Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который задает больше двух месяцев назад мы расстались с мужчиной по его инициативе, это было для меня очень болезненно, но вот он стал мне периодически писать и призвать вспомнить, какие у нас были хорошие времена. Короче, что когда обо мне вспоминает, растягивается в улыбке, а у меня совсем не до улыбок, я до сих пор в депрессии. Ну и ему написало, что перевернулась в страницу, не хочу ничего вспоминать. Недавно встретил его у общих друзей, и он снова пристал ко мне с этими воспоминаниями и словами благодарности за проведенное время. Чего на меня хочется, как на это реагировать, меня эти слова благодарности только расстраивают и вызывают новые витки депрессии. Ксения, ну смотрите, во-первых, если у вас имеет место быть депрессия, то вам нужно продиагностироваться врачом. Вот, это первое. То есть если у вас есть подозрение на депрессию, да, то необходимо обследование врача. Психиатра, либо клинического психолога, да, да, вот, чтобы вам либо подтвердили, либо опровергли вот эту информацию о том, что у вас депрессия. Вот, потому что пока что у вас на самом деле может быть только депрессивное состояние, вот, депрессивное состояние. Депрессивное состояние это не депрессия, вот, хотя, там, внешне, да, может быть похоже на, ну, на депрессию. Вот, но, тем не менее, депрессивное состояние не депрессия, не есть депрессия. Это первое, на что хочется обратить ваше внимание. Второе. Второй момент. То, что испытывает ваш бывший молодой человек по отношению к вам. Вне зависимости от того, правда это или нет, то есть, ну, вне зависимости от того, да. Правда ли он вот такие чувства испытывает. Улыбка, благодарность или просто пытается представить все так, что он вот такой правильный и так все это ощущает. Вне зависимости от этого, это нормально. То есть, нормально, вот, подобные чувства испытывают. В принципе, это все. Вот, поэтому, вам нужно, в первую очередь, как мне кажется, заметить свою реакцию на... Ну, на данное состояние. То есть, заметить именно то, как вы реагируете. Если вам неприятно, да, то, в принципе, можно так и сказать, что вот, извини, но мне неприятно это слышать. Вот. Ничего в этом плохого, другого нет, в том, что вы человеку вот скажете правду. Вот. Вот. Ну, скажете, мол, как есть. Вот. Ничего в этом странного нет, а в этом будет искренне, вот. Что он с вами откровенен. Вот. Ну, и вы, как бы, с ним тоже. Вот. И человеку придется, так или иначе, взять на себе ответственность за свои чувства. Вот. Потому что он видит, например, то, как на это реагируете вы, скажем. Сейчас же вы свои чувства скрываете. Вот. Вы пытаетесь их подавить, и в то же время не совсем смотрите в сторону того, а как же мне пролить болезненность. Вот. Ну, и делаю ли я что-то для того, чтобы вот пролить с ее. Вот. Если делаете хорошо, возможно, вам нужна помощь как раз. В этом смысле. Вам нужна помощь для того, чтобы это прожить. Чтобы посмотреть, а чем же так болезненно вот это для меня. Вот. И потихонечку проблема может быть решена. По крайней мере мне так видится. Сейчас вы просто пытаетесь понять человека другого. в этом смысле. Вот. Вот. Это действие крайне, крайне неблагодарное. Там что? там. Люди зачастую сам не понимают, для чего они поступают тем или иным образом. вот. Ну, вот так просто. Так бывает. К сожалению. Поэтому тратится свое время вот на попытку в этом смысле. Вот. Понятно. Человека другого, да? На мой взгляд выглядит несколько негуманным по отношению к вам. Вот. Мне все же кажется, что, что вы заслуживаете большего, да? Мне кажется, что вы достойны большего, вот. Мне кажется, что вы можете рассчитывать на это самое больше. Вот. Ну, для этого нужно начать смотреть именно на себя, а не на молодого человека, да? И если вам больно, если вам болезненно, ну вот что, как бы, так получилось, так случилось, это неприятно, но с этим нужно как-то дальше жить. вот. Ага. Соответственно. Главный вопрос это вот в том, как вы живете. вот. То есть, этот момент не в том, что у вас вот, ну, на вас накапывает депрессивное состояние, вот, а момент именно в том, чтобы вы с этим что-то делали, чтобы вы с этим работали. вот. Тогда, может быть, и вот не будет на вас это так, ну, влиять. вот. 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 Как, ну, как вот сейчас влияет. Понимаете, да? О чем идет речь? О чем идет речь? Вот. На этом все. Да. Надеюсь, что вам это было. как минимум полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой, и позволит вам начать двигаться в ту сторону выправления ситуации. Вот. Поэтому обратная связь на мой ответ нужна в первую очередь. В первую очередь, наверное, вам, да? что-то, чтобы вы для себя вот как-то сформулировали вот те вещи, да, и те вот моменты, которые вам важны и актуальны. вот. 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 Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь. До помощи. Будем рады помочь. Продолжение следует...